сегодня буду пробовать покормить каспийского повоза собственно говоря для этих целей придется использовать так сказать раненого товарища вот такой вот есть дух сожалению у него проблемы с ногой другие хомяки ее отгрызли попросту это все конечно неприятно смотрится там торчит кость это смертельное явление для него него пробит мочевой то есть хомяк реально не жилец ему осталось то чуть-чуть кто с этим сталкивался тот знает это не лечится лапка просто отвалится отсохнет а хомячок в течение там недельки загибнется у него и рот порватый у него нижняя челюсть поврежденная короче приобрела я вот такой кормовой объект жалко но он смертник при любом раскладе я участвовал покажу красотки своей но уже давно голодает в принципе взять должна посмотрим на реакцию нюхает местность вот шевелящаяся еда и собственно смущает до этого она только заморозку получала в разунов такой объект как бы ее немножко настораживает ну а он ходил там дружище бегал а а вот идентификация пошла успешно кормовой объект взят оба оба И теперь она будет его загматывать. Пусть извиняют меня подписчики канала, кому неприятно, просто не смотрите, но это такая природа. Они так питаются, у них так заложено генетически. Их нельзя кормить курятиной, говядиной и так далее. Для змеи нужны живые или замороженные грызуны. Музыка. 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 Немножко подрастянуть челюсти, чтобы все это дело заглотить. Помогает себе хвостом. Ну и тупо надевает себя на кормовой объект. Змеи не жуют, они просто заглатывают. Процесс ты довольна длительный. Продолжение следует. У нее раздвигается нижняя челюсть на связках. Это позволяет запихнуться объектом довольно крупных размеров. В принципе это нормально для всех видов змей. Будет опять подталкивать частью тела. Помогает себе. Помогает себе. Это нормально. То же самое нормально и у змей. Они их тоже едят. Никакой жестокости в этом нет. Это природа. Вы кошек заводите в частных домах, в деревнях, чтобы они уничтожали грызунов. Этим же делом занимаются и повозы Каспийские. То есть это для них нормальное явление. Они едят мелких редителей. Поэтому пусть простят меня любители мелких грызунов. Я тоже люблю крысок и хомячков. Ну вот, когда держишь такого питомца, нужно выходить из ситуации. Либо кормиться кормовыми объектами в замороженном состоянии. Между хомячками, крысками и так далее. Мышками. Либо вот, как в данном случае, раненый хомяк, который все равно умрет через пару дней. Так как у него там оторвана лапа до кости передняя. От челюсти на нижней травмы. Мочевой пробитый. То есть его грызли другие хомячки. И отняли его до того, как те его убили. Кто не в курсе, хомячки убивают себе подобных. Могут просто прокусить мочевой. И животное медленно умирает. Могут погрызть. Подождать, когда умрет товарищ. И сожрать, оставив только шкурку. Для них это тоже нормальное явление. Так что, вот такая вот природа. Она совсем нецеприятная. У него почти получилось. Процесс идет полным ходом. Кушать она может раз в неделю, раз в десять дней. Так что это нечастое явление. Редактор субтитров А.Семкин нарезает. Вот, собственно, процесс завершен. Кормовой объект проглочен. Теперь змейка будет занята его перевариванием в течение нескольких дней. И потискать ее будет нельзя. Вот такое это дело. Она его теперь проталкивает дальше по пищеводу в желудок. Я ей сейчас верну водичку обратно в контейнер. И, в принципе, на этом корнишка закончена. Вот так вот змейка кушает. Даже видно, где продвигается объект в теле змей. Она будет еще долго делать такие сокращательные движения, чтобы протолкнуть объект дальше. Вот оно видно, как она измевается. И теперь малышка будет отдыхать. Процесс этот трудоемкий. Вот так вот. Ну и все. Дотолкала до глубины тела. Видно до сих пор, где находится. Когда переварит, собственно, вот это уплотнение исчезнет. И змея опять будет выглядеть ровной. Ну и, соответственно, покакает раза три, как положено. За недельку. Ну и все будет у нас нормально. А там уже скоро к зимовке готовится надо будет. Так что всем пока. Извиняюсь, если кому-то было неприятно это смотреть. Но в названии видео все было понятно. Без вариантов. Всего доброго. Всего доброго. Делаем. До свидания. Продолжение следует...